Предприниматели одни из главных помощников городских властей. Благодаря их поддержке реализуются многие программы по благоустройству Ленинско-Кузнецкого. Устанавливаются детские спортивные и игровые комплексы. Бизнесмены также активно участвуют в многочисленных благотворительных акциях и проектах. В стороне от спортивных мероприятий тоже никогда не остаются. Мы стараемся как можно больше общаться с друг другом. Это сплочает с одной стороны. С другой стороны мы очень много делаем совместно с предпринимателями для города. И дворовые площадки, и детские площадки, и школам они помогают у нас очень хорошо. И классы открывают именные. Но работа плодотворная. Вот решили сегодня и помериться силами, так скажем, поиграть в хоккей на валенках. Хоккей на валенках в Ленинске-Кузнецком популярный вид спорта. Ни одна зима без него не обходится. И увлекаются им жители самого разного возраста. Предприниматели и команда администрации встречаются в этих баталиях уже третий год подряд. Как вы думаете, с каким счетом завершится матч? Давайте не будем думать, а посмотрим. Мы дождемся конца матча. Первыми успех отпраздновали бизнесмены. Метким броском мяча счет открыл игрок команды предпринимателей Михаил Богдашин. 1-0. Ну что, 0-1. Собираемся сдаваться? Нет, конечно. Прежде всего, конечно, мы настроили на боевой такой лад. Просто мы проводили тренировки. Знаем, что первый блин – это еще не кома. Поэтому надеемся все-таки на более благополучный сход. Второй гол также не заставил себя долго ждать. На этот раз в составе предпринимателей отличился Андрей Фрошказер. Размочить счет команда администрации смогла во втором периоде. Автором гола стал Руслан Бызов. А затем был гол Михаила Богдашина, который вызвал много споров. Но судьями он засчитан не был. По итогам двух периодов счет составил 2-1 в пользу молодых бизнесменов. Замечательно, что мы играем в хоккей. Сейчас такая погода хорошая, теплая. Наша сибирская, на валенках с клюшками. Почему бы не поиграть? Вот это очень нравится. Страсти накалялись нешуточные. Вратари отстаивали свои ворота. Там хоккеисты делали все возможное, чтобы забить заветный гол. Самым зрелищным, богатым на голы и результативным стал третий период матча. Команда администрации смогла восстановить равновесие и за полторы минуты до окончания даже вышла вперед 4-3. Однако в последней атаке у ворот администрации самым быстрым вновь оказался Михаил Богдашин. Обыграв вратаря, он забил гол за 10 секунд до финального свистка. И тем самым поставил точку интересному, захватывающему дух спортивному противостоянию. Матч закончился боевой ничьей 4-4. Победила дружба. По окончании турнира игроки получили памятные грамоты. Лучших игроков отметили в отдельных номинациях. Кубки для победителей пока остались на хранение в Ледовом дворце. А это значит, что подобные встречи друзей будут продолжены.